11 декабря прошел финальный этап третьего республиканского конкурса «Лучший молодой юрист». Об его итогах нам сегодня расскажут наши утренние гости. Рада представить вам Елизавету Катанаеву, члена Национальной ассоциации молодых юристов Республики, и Германа Тептергянова, участника конкурса «Лучший молодой юрист», победитель в номинации «Будущая юрист пруденции». Доброе утро. Доброе утро. Елизавета, ну как, где проводился конкурс, в каких условиях проводился? Ну вообще конкурс проводился в нескольких этапах, и первым этапом это был интеллектуальный этап и творческий этап. Но первое задание, прежде чем попасть на конкурс, это было задание запостить в Инстаграм видео, короткий видеоролик о том, как юристы помогают в реальной жизни людям на тему «Юрист на посту добра». Вот, а соответственно финальный этап конкурса состоялся в Сергеевских огнях. Участие кто мог принять в конкурсе? Ну, участие... Участие... Вот, в двух таких группах проводился конкурс. Ну, нам известно было несколько этапов, несколько номинаций. Скажите об этом. Вот, интеллектуальный этап у нас состоял из дебатов и было тестирование. То есть проводилось тестирование, по итогам которого были выставлены оценки всем участникам, баллы, и также были дебаты проведены, в котором оценивались ораторские способности конкурсантов, их интеллект, и вот даже по внешнему виду оценивали. Так, но Герман у нас стал победителем в номинации «Будущее юриспруденции», да? Расскажите об этом. Что это за номинация? Ну, по моему сугубу личному мнению, данная номинация, можно сказать, ко второму месту данного конкурса. Ну, лично я понимаю то, что на меня ложится большая ответственность как за свою настоящую деятельность по учебе, так и в будущем, когда я уже стал предыдущим юристом. Лично для меня данный конкурс позволил развить множество моих навыков, как интеллектуальных, так и творческих. Допустим, то же самое ораторское искусство, как отмечала Елизавета, искусство самой презентации. Ну, и даже была возможность показать свои управленческие навыки во время данных дебатов. Ну, и помню, обновление данного конкурса было очень современным, поскольку использовались новые технологии в виде Инстаграма. Ну, так и очень креативным. Елизавета, а сколько всего было участников? Участников было 10, то есть по 5 человек каждой категории. То есть это были студенты и юристы-практикующие. Вот, ну, можно сказать, что конкурс был направлен не только на повышение социальной ответственности молодых юристов, но также имел свою благотворительную цель. Ведь все вырученные средства были направлены на лечение Виталия Андросова и Николаева Виктория. Это родственники членов нашей ассоциации. Вот. Также хотелось сказать, какие все-таки номинации у нас были. Ну, вот, номинация за лучший аргумент, лучший эксперт-гарант, юрист-творец и юрист-профессионал. Ну, вот, и лучший молодой юрист 2017. Вот, победительницей конкурса стала Аэлита, Аэлита Федорова. Вот, она... Она студентка? Она не студентка. Она уже практикующая, да? Нет, она не студентка. Она у нас... Практикующий специалист. Практикующий специалист, да. Ага. Герман, а в каком заведении вы учитесь? Я учусь на натретном курсе юристской факультеты СФУ имени Амосова. Ну, вот, почему вы решили пойти в юрист-пруденцию, создать свою жизнь? Во-первых, мне нравится сама цель профессии юриста, это помощь людям, то, что твоя помощь, твои навыки всегда будут востребованы в любом делопроизводстве. Ну, да, вот, именно призвание помогать людям, прям то, что твоя помощь ожидаема от всех. Чудовая профессия является очень ответственной и дает много путей развития в дальнейшем. Что ж, Герман, мы вам желаем удачи. Елизавета, Герман, еще раз спасибо, что пришли к нам этим утром. Желаем вам хорошего дня, с наступающим вас Новым годом!